Приветствую вас. Я думаю, что проблема, ну, основная проблема заключается в том, что вы стыдитесь своих желаний, вы стыдитесь своих чувств, вы боитесь. Показать, что заинтересованы в мужчине, да, вот, и, соответственно, из этого несложно сделать вывод, что заинтересованность в мужчине у вас не связана с ним самим. То есть, вроде бы вы им заинтересованы, вроде бы у вас есть к нему симпатия, к мужчине, вроде бы, наверное, есть какие-то чувства к человеку. Но при этом, при том, что вот это все есть, вызывает вопрос направленности. То есть, какова направленность этого всего, вот, именно на что направлены ваши чувства. Вот здесь, в том, что вы описываете, есть стойкое ощущение, что направлено это все на вас. Не на молодого человека, а на вас. И вы хотите чего-то для себя получить. Ну, например, нуждаетесь во внимании, нуждаетесь в ласке, в любви, в заботе, в нежности. Может быть, хотите серьезные отношения построить, правда, тот формат взаимодействия, который вы описываете на серьезные отношения. Не то, чтобы тянет, но надежду никто не отменял. То есть, какие-то свои проблемы вы пытаетесь за счет мужчины решить. Но при этом, себя вы обесцениваете, вы, как бы, говорите себе, я не должна показывать излишнюю заинтересованность. Вдруг меня ополкнут, вдруг меня отвергнут. То есть, здесь у вас страх отверженности в купе с внутренним обесцениванием. Ну и, я думаю, либо стеснение, либо стыд, в принципе, очень похоже, вот, того, что вы хотите. И, соответственно, вопрос не в том, стоит ли писать или нет, вы это решите сами. А вопрос в том, чтобы разобрать ваши конфликты, ваши страхи. И уже тогда вы сможете для себя решить, стоит вам писать человеку или нет. Можете ли вы писать человеку или нет. Хочется вам это делать или нет. Такая вот история. Потому что, понимаете, если вам хочется провести с человеком время, вам он приятен, вы знаете, что сможете получить удовольствие сам, написать можно и нужно. Если вы хотите сделать приятное человеку, если вас волнует его состояние, вы хотите его порадовать, написать можно и нужно. Но если вы хотите, например, самовызвердиться, если вы надеетесь, например, на дождь он будет с вами, если вы надеетесь построить с ним семью, то в этом случае, конечно, не надо. Потому что, может быть, этого не будет. И вам будет плохо. А то, что вам хочется, так и останется просто желанием. Вы не сможете, реализуя его с кем-то, осознать, что именно вам нужно. И всегда таким образом будете находиться под угрозой зависимости. Собственно, вы уже зависны сейчас. Вы говорите, что проводите отпуск в своем городе, потому что не знаете, будет ли встреча с мужчиной или нет. То есть вы уже жертвуете собой. Вы уже меняете свои планы из-за человека, который, может быть, даже всерьез вас не рассматривает. И, казалось бы, вы могли бы легко перед отпуском написать, ну что, какие у тебя планы, я могу встретиться с тобой. И как-то сразу ситуация прояснит. Ладно, вы могли бы не писать. Но молчание мужчины красноречиво говорит о том, что вы у него не на первом месте. И я думаю, вы об этом знаете. Но вы не желаете это признавать. Вы не желаете вот это вот ощущение, что если я для человека не на первом месте, что это для меня означает, и как я тогда буду поступать. Вот в таком ключе вы не двигаетесь. Вам нужна обратная связь от человека, чтобы знать, как поступать. Только это за то, что вы себе не доверяете. Недоверие себе также при мой пути зависимости от другого. И здесь, вот именно в этой ситуации, я бы сказал даже хорошо, что мужчина вам не пишет, потому что так вы сможете научиться, может быть, собирать себя. Но в смысле, если человек не пишет, как вы это воспринимаете? Ведь вы можете воспринимать это как угодно. Важно, чтобы вы после этого действовали так, как вам хочется. Например, неделю, целую неделю, целую неделю человек вам не пишет. Кстати, а он обещал написать? То почему вы ждете, что он напишет? Человек неделю вам не пишет. Неделю. Вы решаете, что если мужчина неделю не пишет женщине, значит, что он ей не интересуется. Правда это или нет, хорошо это или плохо, неважно. Вы так решили. И исходя из этого, вы уже и живете дальше. Что мистер Х, которым является этот мужчина, вам не интересуется. Все. Я буду поступать и действовать так, как будто мне не интересуются. Но по какой-то причине вы так поступать не можете. Что здесь? Надеюсь за неуверенность в себе страхи. Нужно разбираться. Следующее. Вы говорите. Хочу написать, но боюсь. Чего боюсь? Непонятно. Частично вы говорите, не хочу, а, значит, а, так. Мое сообщение покажет отличную заинтересованность и может быть, наверное, по работе. И что? Что конкретно из этого вызывает у вас страх? На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Спасибо. Продолжение следует...